Медвежонка Медвежонок, которому всего лишь один месяц. Мы заботимся о нем, потому что он первый детеныш у его матери. Медведица не справилась с материнством, поэтому о малыше теперь заботимся мы. Кормим его, ухаживаем. Каждый день мы проводим его в зоопарк, а вечером забираем к себе домой. О необычной дружбе снимают ролики и выкладывают в сеть. Пока никто не загадывает, как сложатся их отношения дальше, когда косолапый малыш превратится во взрослого медведя. Возможно, звери так и останутся друзьями. Джан – молодая самка-шимпанзе. После рождения мать Джан не заботилась о ней, поэтому мы привезли ее сюда, чтобы вырастить. Она очень привыкла к зоопарку и к нам. Сейчас Джан почти 5 лет. Она всегда была изюминкой нашего зоопарка. А вот теперь у нас появился милый медвежонок. Думаю, она испытывает к нему своего рода материнские чувства. Два года назад в Свердловской области открылась семейная школа «Добрый дом». По словам организатора проекта Ангелины Сейчаевой, о таком заведении она мечтала с детства, потому что посещать обычную школу очень не любила. Воплотить свою мечту она решила для дочери. За два года до ее поступления в первый класс Ангелина с мужем досконально изучили вопрос семейного образования, и девочка начала обучение под наставничеством родителей. Когда в первый класс ребята все пошли в школу, мы остались дома, конечно, это было немножечко, ну, нам непонятно, как же это все будет, неожиданно. Вот, но мы пошли вперед, и когда мы сдали первую аттестацию, поняли, что мы на правильном пути, это здорово, нам нравится. Мы сдали ее легко, успешно. Отучились таким образом второй и третий класс, и затем наши соседи, друзья, начали говорить о том, что мы хотим учиться с вами, учиться как вы. К идее семейного обучения в обычной школе отнеслись доброжелательная делица Ангелина. Ее учреждение до недавнего времени работало как семейный клуб с множеством кружков, но теперь формат изменился. Сегодня сейчаевой работают с детьми по школьной программе в две смены. В расписании все основные дисциплины – русский язык, математика, литература, окружающий мир, музыка, физкультура, изобразительное искусство, английский язык, технология. Но у ребят остается время и для творчества. У нас действительно много творчества, но все это творчество у нас в свободное время, либо на переменах. То есть переменки у нас проходят всегда очень интересно и организованно. И если у нас много творчества, это не значит, что у нас мало занятий. За время существования доброго дома количество желающих учиться здесь только увеличилось. Его посещают младшие школьники, а на будущий год соберется целый первый класс. Всего здесь учатся 22 ребенка. Недавно проект выиграл грант, на средства которого построили второй и третий этаж школы. Мне очень нравится, что собрался у нас такой коллектив. Это такая гармоничная, я называю, команда учителей, родителей и детей. И наша миссия – делать детей счастливыми. Прямо посреди французской реки Луары возле Нанта плавает странный дом. Неосведомленному зрителю может показаться, что здание стало жертвой страшного наводнения. Но на самом деле его поставили сюда намеренно. Это реклама фирмы, занимающейся спасением затонувших кораблей, которую придумал местный художник Жан-Люк Куркуль. Здание появилось посреди Луары во время художественной выставки 2007 года. Сначала ему удалось действительно поплавать. Бурный поток сместил дом ближе к середине реки и даже перевернул. Уже на новом месте инсталляцию закрепили, прикрутив финтами ко дну. Плавающий дом представляет собой точную копию бывшей гостиницы из местной коммуны, которая существует и сейчас. Правда, переформатировалась в блинную. Днем бетонный дом посреди реки выглядит необычно и даже странно, а с приходом темноты кажется жутким. Окна скрипят на ветру, а в одной из комнат загорается свет. Тем не менее, эта инсталляция ежегодно привлекает множество туристов. Крупнейший в Центральной Азии многофункциональный туристический кластер «Караван-Сарай» открылся в минувшую субботу 10 апреля. Комплекс расположен в буферной зоне культурного заповедника «Азрет-Султан». Местные жители называют его «Казахстанской Венецией». Все здания связаны между собой водными каналами, по которым передвигаются лодки. На территории «Караван-Сарай» расположились улицы торговцев и ремесленников времен «Шелкового пути», летучий театр, амфитеатр для проведения конного шоу и «Восточный базар». Помимо этого, в комплексе имеются торговые ряды, бутики, отели, рестораны, спа, фитнес-залы, кинотеатры и семейный развлекательный центр. Когда мы запустили парад на воде, развернули флаг Казахстана по окончании шоу, я увидел, как гордятся люди – казахстанцы, я увидел их глаза. И сейчас я понимаю, что этот проект полностью про Казахстан. Я очень горжусь работой над таким проектом. 27-летний профессиональный прыгун на тренажере «Кузнечик» раскаус продемонстрировал головокружительное сальто. Член команды каскадеров «Икс-Пога» стал учиться прыжкам еще в подростковом возрасте. Мне было около 14, когда я начал этим заниматься. Спортсмены все время подпрыгивают, все время тренируются. Но имейте в виду, это довольно опасно. «Кузнечик» или «Пога-Стик» – это устройство для прыжков, состоящее из пружины, ручки, педалей и основной платформы. Человек надавливает ногами на пружину, и она придает ему обратный импульс, выталкивая вверх. За последние 10 лет в Америке «Покинг» обрел особенную популярность. Он становится все ближе к городским и экстремальным видам спорта. Самый опасный трюк – это спрыгнуть с лестницы и проделать подобные финты внизу. Они очень страшные, и я все-таки опасаюсь, когда делаю их. Но все в порядке, мы справляемся с этим, работаем со своими страхами и идем дальше. Раз Каус рассказал, что за годы обучения он выбил себе несколько зубов, повредил коленные чашечки, получил сотрясение мозга. И он не уверен, что избежит травм в будущем. Набросать этот экстремальный вид спорта молодой человек не собирается, ведь это весело. Мировой рекорд по самому высокому прыжку на «Пога» установил российский спортсмен Дмитрий Арсеньев в 2018 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова